Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй нас. Сегодня 9 декабря 2015 года. Утром я встал, мочью скинули мне ссылку и вот такую. Посмотри, я ее увеличил. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Сообщаем вам, что редакционная комиссия рассмотрела произведение, размещенное на вашей авторской странице на портале стихию.ру и приняла решение номинировать вас на национальную литературную премию «Поэт года» за 2015 год. Нашими редакторами особенно отмечены следующие произведения. «Из детства. Толкование притч о десяти девах». Это у меня два стихотворения еще в 70-х годах. Они где-то, видимо, помещены были. Вы получаете статус номинанта премии «Поэт года» и право издания произведения в альманахе для большого жюри. Процедура проведения конкурса премии состоит из двух этапов. На первом этапе из числа пользователей портала стихии.ру выбираются наиболее достойные авторы, которые становятся номинантами премии. Их произведения издаются в специальных конкурсных альманахах, которые представляются членом большого жюри. Решение, какие именно произведения опубликовать, принимаете вы лично. Вы можете разместить в альманахе любое количество своих произведений. Вот я прочитал когда-то, у меня сразу как-то любое количество, и кто-то считать их там будет, вообще невероятно. У меня 3467 стихотворений. Ну, ясное дело, я уже сразу задумывался. Вот иногда приходят конверты, и там наложено все такое. Вы выиграли вот столько-то, но надо вот только там маленько заплатить, чтобы оформить документы на вас. Посылают. И в Потеряевку вот такие присылали. Даже в Потеряевку надо найти нас было и прислать. И вот письмо недавно, я уже лет 10, наверное, его рассылают они. Такой-то там-то, жил такой-то. Умерла жена, дочь одна была, тоже умерла. И вот сейчас они, я записал даже сколько, 9 миллионов, кажется, 600 тысяч долларов. И вот кому отдать? И вот жребие пал на вас. Вы вроде завещание записаны где-то. Это я получал уже лет 10 назад. Вот мне это напомнило, что только клюнул на это, дальше уже пойдет проще. С тебя один раз возьмут, другой раз, и притом они ничего не обещают. Ну, вы не прошли в первый этап, все. А назад уже не говорят, что деньги возвращают. На втором этапе члены большого жюри путем голосования на основании текстов, опубликованных в конкурсных армонахах, определяют трех лауреатов премии. Я ничего не утверждаю, я просто говорю, как бывает у людей. У меня мысль такая пронеслась, а это я не знаю, может быть, действительно она так все есть. Церемония награждения победителей премии приурочена к праздничным мероприятиям, посвященному Всемирному дню поэзии, и традиционно проводится 21 марта в Москве под эгидой ЮНЕСКО. Какое отношение, какие-то стихотворения там наши под эгидой ЮНЕСКО и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. Это вообще, вот это сразу настораживает. Ну, какие там стихотворения-то? Я как-то пошел, а здесь молодые, как называют поэты, ну, что попало, говорят. Вот даже не... Ну, нормальный человек так не разговаривает. Я как-то был в литературном институте в Москве. Лев Ашанин тогда вел. Ну, а я-то только что зашел, я с драматургом Розовым Сергеем встретиться хотел. И встретился. Он смелый такой, он у меня микрофон в руки взял, стал все рассказывать со студентами. Я вернулся только с Японии. И здесь тоже мне представили возможность сказать стихотворение. А у них по одному стихотворению полный зал людей, то ли с Советского Союза съездили, съехались тогда. Я рассказал, меня попросили еще одно. Ну, два уже, я уже перебрал. Давай, они там кричат прямо, он еще Лев Ашанин дает мне еще прочитать, да еще. И потом он говорит, у нас, говорит, впечатление такое, будто бы ворвался, говорит, свежий ветер, говорит, с улицы, и все наши двери, форточки, все распахнул. Ну, вот, говорит, сейчас считали. Цикл, цикл, мотоцикл. Ну, какая же это рифмовка-то? Любовь, кровь, вновь. Дальше они не могут выйти никуда. И вот здесь то же самое. Федерального агентства по печати, не знаю. Массовым коммуникациям. Вручение премии за 2015 год состоится 21 марта 2016 года в Большом конференц-зале правительства Москвы. Какие там стихотворения, кто и что напишет? Правительство Москвы, ЮНЕСКО, Федеральное агентство по печати. Ну, прямо, ну, не знаю, даже. Стихотворения-то никакие. Я последние издания, все какие издавали в Барнауле, я их почти все пересчитал. И ни одного не мог взять для публикации в своих книгах. Ни одного. Раньше как-то было такое, что настрой, там писали люди-то. Елизавета Старуа, кажется, писала, даже такие редкие. Я уж не говорю, а даже Гребнев отдельно писал. На торжественную церемонию приглашаются все номинанты, опубликовавшие свои произведения в альманахах премии. Конкурс на соискание премии «Поэт года». Я слово сказать, я себя поэтом не считаю, и мне смешно даже. Я поэт. Какой я поэт? Это у меня в стихах выраженная проповедь. Ну, только проводится в основной номинации «Поэт года». А также в дополнительных номинациях «Дебют». А что про дебют? Какое? Лирика, детская литература, юмор. Какие-то стихотворения, юмор. Не знаю. Тем более дебют. Вы можете представить свои произведения на конкурсах в одной или нескольких номинациях одновременно. В каждой из них будет выбрано по три лауреата. Премия во всех номинациях представляет собой статуэтку в форме пера на постаменте и возможность издания собственной книги за счет оргкомитета. Какой книги? Собственной книги стихов? Они не говорят. Ну, я на полном серьезе сейчас подсчитаю, во что это обойдется. Более подробную информацию о премии вы сможете узнать на сайте Национальной литературной премии «Поэт года» по бесплатной горячей линии. Вот телефон. По московскому номеру. Через экспертную систему. Для того, чтобы разместить свои произведения в альманахах, для большого жюри выберите номинацию. Вот она показывает. С уважением, Дарья Стрельцова, эксперт редакционной комиссии премии «Поэт года». Вот. Ну, я взял, друзьям разослал. Меня поздравляют. Вот, наконец-то так. Вы выйдете, вас в Москве будут знать там. Ну, кто-то ведет там Соловьев какие-то. Ну, так что известные будут. Не знаю. Внутри меня вот такое сразу что-то несерьезно все. Я уж не говорю, что обман, жульничество. Я не знаю. Но не намного выше у меня ценится. Ну, как они могут опубликовать стихи? Я одно время отдал несколько стихотворений. Там поэты называют у них кружок. И одно стихотворение только напечатали про Пасху. Я его прочитаю. Я говорю, а другие почему не верят? Что вы? Так трудно ваши стихи идут. Вы же пишете о воскресении Христовом, о Пасхе. А они-то жюри, говорят, они не верят в это. Ну, и так понятно. Раз не верят, что? Ну, вот мне теперь нужно, я обращаюсь ко всем, кто будет смотреть наш ролик и прослушайте. Что мне делать? Как отреагировать? Мне нужен совет. Вы под этим роликом мне напишите. Я вот сегодня закачиваю его. Уже вечер сегодня, 9 декабря 2015 года. Ну, за ночь сумею, может быть, закачать. Он ролик-то небольшой будет. Ничего здесь о деньгах, речи никакой не ведут. Ну, как будто бы ладно. Пускай так будет. Но проходит где-то часов 6. И вдруг на меня выходит наш администратор. Она работает там в Твиттере везде, в Фейсбуке. ВКонтакте. И мне наш форум перекидывает, когда ко мне люди обращаются. Сестра Юлия. И она пишет. Вот, смотри. Не она, а она перетащила. В дополнительное к тому, что читали. В настоящее время завершается прием рукописи в конкурсе на монахи за 2015 год. Почему сразу не сказали об этом? Это первое, как затравка, я считаю. А теперь кто клюнул на это, я не про это вообще. Я знаю, какой у них план, который люди сидят там думают. Думают, как дальнобойщикам хребет перешибить. За каждый километр 3,70, что вы платили. И доход только 300 миллиардов. Посчитали здесь. Родился новый работник иудеи. Ну и отец ему передает там какой-то Розенберг или кто. Конкурс на соискание премии проводится в пяти номинациях. Паэт года. Как я туда напишу, что я паэт года? Дебют. Лирика. Юмор. Детская литература. В каждой из номинаций будет выбрано по три лауреата. Жюри всех номинаций осуществляет свой выбор независимо. Друга, от кого независимо, тоже непонятно. Вы можете подавать свои произведения на конкурс премии. В одной или нескольких номинациях по своему усмотрению. Только как, как, не говорит, как передавать-то куда. Ни адреса никакого нету, ни по электронной почте, ничего нигде нету. Вообще непонятно. Вы можете заказать любое количество страниц, если уже начинается торговля. Заказать. Вы понимаете? Вот я не хочу думать, но слишком много заказывают. А заказать, значит, платить. Для публикации своих произведений. Стоимость одной страницы тысяча рублей. Во всем тираж Аль-Монаха. Какой тираж Аль-Монаха тоже не говорит. На одной странице может быть размещено не более 35 строк. На первой странице не более 25 строк. Это вызывает как бы серьезность. Они берегут. А в каждой строке до 50 символов. 50. Включая пробелы и знаки припинания. Я посчитал. Итого на одной странице 1750 символов с пробелами. 1750. 1750 буквов, пробелов и тысяча рублей гони. Я отвечаю. Я ждал, когда же о деньгах речь-то пойдет. Так и думал. Тут уж пусть без меня обойдутся. Вот бывает кто-то звонит. А берешь, никого нет. То есть чтобы обратно позвонил. А обратно позвонил, деньги у тебя все снимут. Снимут. И другое. Так, мы к вам едем. Через три дня мы должны у вас там приготовьте место. Это вообще интересно. Я должен сейчас... Кто едет? У меня друзья. Они знают. Я не... Нет, у меня все никого. Три дня, тридцать дней никто не приезжает. Никого нет. Обман. Чтобы только обратный звонок дать. Я поясняю. У меня 3467 стихов по 9 четырехстрочных куплетов. Готовы к изданию 4 тома по 800 страниц. Но издать не могу. Денег нет. В каждом томе будет 160 страниц фото. Вот я сейчас покажу маленько. Вот захожу на свой сайт. Вот он, сайт «Восвете Библии». Вот где тут? Вот стихи. Я нажимаю «Стихи». Вот они. Стихи, стихи. И вот первый том, второй, третий, четвертый. Проповедь в стихах. Проповедь в стихах. В каждом томе 800 страниц. Это чего-то стоит. Ну вот скачивайте. Зайдите кто-нибудь и посмотрите. Тексты всех стихов. Вот здесь вот. Скачать архив. Вот поет Виктор Савченко. Примерно 80 стихотворений. Виктор Николаевич положил Савченко на музыку. И сам исполняет. На гитаре играет и поет. Список стихов из книги «Открытым оком». Аудио стихи для скачивания. 270 аудио стихов. Ну, я начитал. И видео. Видео я их все насчитаю. У меня уже 600 стихотворений начитано. Вот. Тексты вот столько-то еще. Ну вот я показал, где они все стихи находятся. Вот. Дальше возвращаюсь к этому. Статистика такова. По всем моим 367 стихам. Слов. 720 тысяч 829. Знаков без пробелов. 3 миллиона 952 тысячи 320. Знаков с пробелами. 4 миллиона 721 тысячи 48. А абзацев 125 тысяч. Строг. 145 тысяч 351. Получается. У меня. Если у них там буквы эти все взять-то. У меня 2698 страниц из моих стихов. И умножим на тысячу каждая страница. И что получается? За публикацию моих стихов в одном экземпляре. 2 миллиона 698 тысяч рублей. Это на 2015 год декабрь. И это даже не за альманах. А всего лишь за публикацию в них. А журналы-то все равно отдельно покупать надо. Ну немножко достать бы мне. 2 миллиона 698 тысяч. А начиналось-то вроде бы еще таланты. Теперь им понравилось стихотворение. Я спрашиваю, что мне делать? Я пока доводы даю такие. Ну недоверие вызвало это. Ну может я не прав. Я не настаиваю. А в правоте какой тут. Вот. И вот стихотворение. Какое стихотворение? Там притча о десяти девах. Где они это нашли? Толкование притчи о десяти девах. Матфея 25 глава. О памяти моли, чтобы не было забытым, и слово одного о том Христа проси, чтобы правильно понять, что в кувшинах налито, что в притче сказано о девах десяти. Да разве может быть, что в полночи туманной, средь мрака темноты чудовищной и вязкой, чтоб словом пренебречь, как шуткой и обманом, считая притчу всю лишь вычурную сказкой? Видно тебе, нет? Да. В ней все слова огонь и молот громогласный. Ударами твою пусть вмиг разбудят грудь. И не забудь еще, что ничего напрасно не сказано Христом. Об этом не забудь. Об этом не забудь. Здесь полночь, мрак пучин и ужас атеизма, когда придет Христос и сбросит сатану. А девы, кто живя грехом не осквернился, одна любила всех, а та себя одну. А масло в кувшинах, что девы не собрали, готовя для суда себя в нелегкий путь, есть милость к нищему, участие к собратьям, и в этом только жизнь, и жизни нашей суть. И то, о чем в сарквах поем мы громогласно, о чем всегда кричим, себя ударив в грудь, об этом спросится, и будет тот несчастный, кто знал, но не творил. Об этом не забудь. Елей добра, любви к ближним сострадания. Купи скорее сейчас, пока не прерван путь. Тогда не на песке построишь свое здание, о, только в суете об этом не забудь. Напрасно на суде душа в воспоминаниях метнется к тем, кому не думала служить. Кого не одарила каплей внимания, о, Боже, дай нам сил об этом не забыть. Напрасен стон и стук. Прощение прекратилось. Там только милость встретится с небесным женихом. Там суд без милости, не оказавшим милость. Там милость вознесется над судом. 13 сентября 1972 года. Это стихотворение они нашли, поставили, понравилось оно. Ну, может быть, и понравилось. И с детства. Это тоже в 67-м году еще. Ну, представь, когда, какие стихи-то. А остальные-то у меня 3400 стихов написаны за 9 лет. Вот, просто прикиньте, что это такое. 100 тысяч строк. Из детства. Редко-редко скрикнет птица, В сонной неге ветки свисли. Все сижу, никак не спится, Будоражит сердце мысли. Вот бегу босым мальчонком И ныряю в воду резво. Все увижу ясно, четко, Как экран осветит детство. Неужели не вернуть мне Этой были безмятежной? Как во сне несет и кружит. Стал о детстве помнить реже. Запах сена и полыни, Прошлогодний прели запах. Все так просто, чудно, мило. На копне лежу усталой, Паутинка серебрится, В знойном мареве плывет. Все лицо в поту искрится, И ручоночки в разлет. Никогда не быть мальчонкой, Не взвихрить мне пыль ни разу, Не сказать по-детски, Че ты, по деревьям так не лазить. С каждым годом неужели Все отчетливо и чочи? Этот едкий запах прели Для всего подводит счеты. Ночь на убыль заолела, От зари полнебосвода. Птички радостно запели, Просыпается природа. На молитву встану рано, На восход с пурпурной кровью. Сам открою сердца раны, Всю печаль свою открою. Неземное утешение Час молитвы мне принес, Всех грехов моих прощения Даровал Иисус Христос. Для Него всей жизни чаша, Он, конец воспоминаниям, Пусть к ногам пронзенным Ляжет сердце, жаждущее ланью. 24 июля 1967 года. Вот эти два стихотворения, Они их выделили, Откуда-то там нашли, Я даже не знаю, где они, Этого дева из детства. Я решил прочитать еще Маленькие стихотворения, Которые пропустили у меня здесь, Местные поэзии. Опять весна, и лопаются почки, А панцирь листьев засушил мороз. Вновь полнолуние, День длиннее ночи, Из могилы восстает Христос. Оставив пеленые мрак могилы, С сиянием дивным вышел окружен. Не зря Мария с кувшином спешила, Ее с любовью принимает он. Какая встреча! Ожила надежда, Порывом ветра падает к ногам. Не прикасайся, я не тот, что прежде, Спеши скорее к моим ученикам. Прислушайтесь, как стонут удивленно Горлинок томных с крыши голоса, Какой восход встает окровавленный, И в пурпур одеваются леса. Христос воскрес! В хорале перезвонов Со всех церквей и маховых ветвей Христос воскрес! Ликующее слово Мне слышится, Выводит соловей. 1980 год. Еще прочитаю стихотворение 2. Безбрежный океан из космоса чуть виден, Сама земля песчинка и менее того. Пусть кто-то оскорбил, Прилюдно нас обидел, Но бросим взгляд из вечности, И нет там ничего. Земная радость буйная в томление погружала, Вершина имнилась стать за многие труды, Но под покровом ночи в пяту вонзалась жала, Полграмма, может, золото и террикон руды. Красавица со старицей, дети перемрут, Пожар, воры, ржавчина оставят без машины, Все дачи конфискуют, И нищим станешь вдруг, Из тысячи гектаров оставят два аршина. На пенсии есть время в достатке к размышлению, О прошлом и о будущем приводит к раскаянью, Что у семьи, работы, жил в рабстве словно пленник, Свободой обладая прожил как окаянный. Да было ли великое хотя бы на понюшку, В чем не раскаиваясь, внукам смог поведать, Где прямо шел по совести, свой путь не извелюжил, Талантом послужил, с трудом пришел к победе. Из вечности взгляни, иных не завинив, Свои ошибки тщательно рассмотрим, Кто к телескопу времени да с разумом приник, Тот не злодей себе, а будет пастырь добрый. На пожелтевших снимках башки сидят, стоят, Вернее, по гробам уже распределились, Как исказились лица в исходе у вояк, Гнилье и черви там, где обретались лица. Я беден, дальше некуда, но сыт, одет всегда, Богатым не завидовал, влащеным олигархам, И представляю тех на нарах, кто сидят, И жизнь и состояние дешевле горсти праха. В аду богачи евангельские уже который год, И братьев пять беспомощных, Так где же их богатство? Никто к таким с молитвой на помощь не придет, Пусть буду нищим лазарем с надеждой на царство. Пятого ноября 2005 года. Это я уже добавляю, ну, для рассмотрения, Кто когда-то будет смотреть. Вот. Еще одно. Когда-то высчитал у грека златоуста Про подвиг, про подвиг древнего прадеда Авраама. Еще Авраам, и с буквой А не густо, Поверил и Егове, вот что странно. И странникам пошел по Палестине, Оставив родственников прежние пейзажи, И у него отнюдь ничто наполовину, Не то, что нынешние лизоблюды наши. С утра до вечера у всех в иконостасах Чернели их башки, мироточили. И не задумался, видать, никто ни разу, Такой ли бог, кто создал Палестину. И вдруг в ткастке, и в жажде доли лучшей Какой-то голос странно зазвучал. Стрела вошла, неведомый был лучник, Потребовал оставить всех тотчас. Я немножко уменьшу, Потому что совсем не входят буквы. Конечно, плакали навеки расставаясь, Собрали рухлядь, скарбь, свои палатки, Горшки делили снохи, тещи, свахи, Придели же, не все проходит гладко. Клубилась пыль за блеянием коз, Смотрели родственники, слезы утирая. Куда, прости, божок их черт понес? Здесь в кладбище отцов такие травы. Но Авраам, тогда для всех Авраам, Шагал и ждал, прислушивался к небу. Он не Рахиль, божков тех не забрал, Уже щуждался явно непотребных. Решительно порвал и навсегда, Своим умом назад не ворохнулся. На небосводе яркая звезда, Под Валама не сыграл он труса. Примером многих сильно озадачил. В неведомое шел, юродствуя так впрок. Теперь мы знаем, он не мог иначе. Он был воистину отец, герой, пророк. 17 января 2008 года. Вот я несколько стихотворений взял, чтобы показать. И опять обращаюсь ко всем, что? Десятими ли это, что написали? Но адреса нету. Куда посылать? А уже заканчивается у них через день. Никакого адреса нету. Показан телефон. А телефон это как раз то, что нужно позвонить, Чтобы деньги сняли. Телефоны даны. Вот когда звонят, и газету у нас была, Милиция предупреждает, Никогда не набирайте номер, который на вас пришел. Или родственник попал, звонит, попал в аварию. Срочно деньги пересылайте. То есть обман. Берут телефон, с него звонят. Вот так. Мне хочется услышать мнение людей. Мое мнение такое, что я не поверил. Я осторожен во всем этом. Ну, тут прямо все это. Не годится. Что стихи сдадут, сколько хочешь. А у меня это обходится на 2 миллиона 698 тысяч. Она, если даже вот эти прочитал 6 стихотворений, Это уже что получается? 6 тысяч. А у меня пенсия 6 тысяч 275 рублей. 3 копейки. Ну и что? А какая-то гарантия есть, что будет? И дальше что? Счиславие одно. Премия, статуэтка, и одно перо будет стоять. И куда я буду ставить, у меня ставить некуда. И зачем она мне? Каждому говорить, я номинант, поэт года, буду говорить. Во-первых, я не поэт, повторяю, не поэт. Я считаю, что, ну, это разыгрывает, это лохов ищут. А если по-другому, мне докажите, покажите. А то я, ну, может, чрезмерно осторожен. Мне говорят, наконец-то вот это. Вроде я выхожу на широкую дорогу. Вот заметили. Ну, я так не считаю. Я считаю, что ничего и нету. Вот убираю. Закрываю все это. Премудрость. Вот так. Может, у нас ничего нету. Мне нужно мнение людей, друзей. Вот так. Я сегодня поставлю этот ролик к утру. Во славу Божию! Песня. Песня. Я объясняю!